Продолжение следует... И, слава Господу, Господь дал еще одну прекрасную возможность встретиться с вами. Каждый раз, когда предстоит говорить Слово, Слово Божие, есть немножко трепет в сердце. Трепет. Трепет не от публики, трепет не от аудитории, трепет от того, что ты в ответе за свое слово, за слово, которое ты скажешь. Ты в ответе. Ты говоришь от авторитета Бога. Ты сейчас, в данный момент, говоря Слово, ты представляешь авторитет Бога. И если ты перед народом Божиим, перед узелом Божиим, перед детьми Божьими не будешь говорить то Слово, которое не от Бога, и просто так говоришь, ты за это в ответе. Нам нужно быть осторожным. И я в своей жизни всегда... Вот этот страх во мне есть. Я боюсь, чтобы не было, чтобы перед детьми Божьими ложились в какую-то другую пищу. Пищу, которую мой мозг будет придумывать. Но чтобы это было от Господа. Господь сегодня положил в моем сердце говорить с вами о страхе Божьем. О страхе Божьем. Будем читать одно место из Писания. Это пророчество Исаия, 57 глава, ст. 11 стиха. Написано так. Кого же ты испугалась и устрашилась, что сделалась неверною, и меня перестала помнить и хранить в твоем сердце? Не оттого ли, что я молчал, и притом долго ты перестала бояться меня? Как интересно, да? Смотрите, как удивительно здесь два страха. Написано, кого ты стала бояться? Кого ты стала страшиться? Израилю Бог обращается и говорит, Кого ты стала страшиться, что перестала меня помнить? Когда человек боится, он забывает все. Страх подходит. Собака нападает на человека, человек боится, забывает, что он сильный. Где-то что-то взрывается, И вдруг люди, массы, от одного выстрела, массы, все согинаются, все, потому что это естественный инстинкт. И человек начинает бояться. И в жизни мы приходим к Богу, мы принимаем Христа, как своего личного Спасителя, и мы говорим да и аминь. Но вдруг приближается волна, волна искушений. Что-то случается с нами. И в этот момент, почему-то, мы забываем о Боге. Мы забываем о Боге. Знаете, что написано? В день скорби зови меня. Я избавлю тебя. И ты прославишь меня. Бог удивительный друг. Мы знаем, что в день скорби. Я вспомню, что у меня есть Голивер. У меня есть брат. У меня есть другой брат. Я могу к ним обращаться. Брат, помоги деньгами. Брат, хлеб нужен. Брат, одежда нужна. Брат, можно я на ночь полочую у тебя в доме. Брат, немножко бензина нужно. Что-то. Человек сразу вспоминает, что у него есть друзья, когда ему скорбно. Но почему Бог здесь, нам, обращает свое слово и говорит так, в день скорби зови меня. Мы удивительное создание. Мы в вене творения и забываем о Творце. И вспоминаем о Творце только тогда, когда наши человеческие все усилия заканчиваются. Когда заканчивается, когда у нас больше нет выхода из положения, мы вспоминаем, что есть Бог. Будучи крешены Духом Святым. Бог хочет, чтобы в первом в списке было его имя. Я с моей женой поженились. И вот эти первые дни, они были очень интересны. Мы вот так узнаем, кто как живет, что. И мы с ней долго ходили. И как-то случилось так, что я забыл, где наша десятка собирается. В Армении. В Армении. Это называется десятка. По 10-10 групп люди собирались на поклонение. У нас не было возможности там нанимать какие-то здания или что-то. Мы собрались в лесах, в горах, потому что милиция гнала за нами. Сажали тогда. Это было опасно. Поэтому по 10-10 человек, и это называлось десятка. И я сколько знаю, в Советском Союзе только в Армении были эти десятки. По 10 человек они собирались. И я забыл, где наша десятка должна собираться. Я мою жену взял, и мы поехали в другую десятку. Это было в центре города, на четвертом этаже. Мы поднялись туда. Мы когда собирались, допустим, вместо мало сесть, мы, молодежь, садились на полу. На полу садились. А люди в возрасте, независимо от того, они давно в Боге или нет, не имеет значения. Они садились на стулья, а мы садились на полу. Когда только-только собрание началось, мы помолились, тот это вдруг звонок в дверь. Открывают там работник милиции и главный редактор газеты «Искра». Они вошли туда. Я посмотрел, испуг был на лицах всех, кроме ведущего брата. Его звали с денег, сейчас он у Господа. Испуг был на лицах всех, потому что они уже знали, с милицией иметь дело, сейчас или сажать, или штрафовать, что-то случится. Я посмотрел на работника милиции и сказал, у меня есть одна просьба. Я прошу вас. Он сказал, говори. Я говорю, пожалуйста, вот ваш список, в котором вы будете фиксировать в блюдей. Первый, пишите мое имя. И вдруг, как бомба взорвалась. И все, изменились все, и все. Мое имя, мое имя первым, мое имя первым. Мои братья и сестры, они такие дорогие. Они прекрасны. Когда ты, в Боге, если ты твердо стоишь в Боге, запомни, твой брат и твоя сестра смотрят на тебя. Это плохо смотреть на человека, но они смотрят. И когда люди замечают, что есть твердо стоящий человек, это им подкрепляет, подкрепляет этих людей. И они по этому образу и делают шаг. Апостол Павел не просто так говорит, подражайте мне, как я Христу. Подражайте мне. Нам нужны образы. Нам нужны образы, которые нам бы помогли. Помогли воплощать в нашей жизни именно то, что называется образом Божиим. Пусть Бог благословит нас, чтобы мы разумели это. Я хочу читать одно место, еще и в Писании, но до этого расскажу кое-что. Я работал на заводе. Завод называется СКБ. Мы производили манипуляторы для подводных лодок. Я работал в отделе главного механика. Я был единственным верующим там. Читать в это время Евангелие, это был позор. Это было позорно. Давили со всех сторон. У меня было маленькое Евангелие на русском переводе. Во время обеденного перерыва, когда все ходили на обед, я эти копейки собирал, потому что мало получал денег. Эти копейки собирал и потом, чтобы тратить на жену, на детей. Я не кушал. Людям говорил, что я спортсмен. Самому хотелось кушать, но я не знал, как зарабатывать деньги, поэтому эти деньги собирал для семьи. И чтобы помочь в церкви тоже. Я так поступал. Они когда уходили, я открывал Евангелие. Я читал по 10 глав во время обеденного перерыва. молился, потом они проходили и все это у меня в кармане. Они знали это. Я очень чисто одевался. В день за один день 200 литров масла, технического масла, я заработал в станки. 300 литров я варил эмульсферную жидкость для охлаждения деталей, которые обрабатывали на фрезерных и на токарных станках. Но он был очень чисто. Мои руки, только вот эта часть была грязная. И один человек, который работал со мной, он в грязной одежде вошел, он поднял свою ногу и почистил свою обувь на этой части моих брюк. Он сделал специально. Я повернулся к нему, я схватил его, я прижал его к стенке и сказал, ты думаешь, что я тебе ничего не могу делать? Ты меня за кого принимаешь? Но я передаю тебя в руки Бога. Пусть Бог отвечает тебе. Я ничего больше не сказал. Я почистил обувь. Через некоторое время холодно, очень холодно. Я посмотрел в технический бак, мусор, где находится. Я взял кусочек разбушивка. После того, как прочитал здесь из главы Евангелия, мои пальцы замерзли. А там ребята сидели и играли в шахматную партию. И я взял, намотал туда спираль, потом взял камень плоский, положил на верстак, верстак был железный, и туда, и провода соединил, и туда, в розетку. Это покраснело вот так. Я сел на верстак, где работал верстак железный. Сел, и давай руки греть, вот так грею руки. Вдруг этот человек вошел внутрь. Он пришел внутрь. Он подошел к этому месту. Там был ящик, он должен был открывать. А ящик был секретный. Если верхний не открывать, нижний не открывается. И он так замок открыть. Вдруг такая мысля ко мне посетила. А вдруг вот этот азбу-шифер взорвется, лопнет, взорвется. Азбу-шифер имеет такое качество. И я ему сказал, стоп, мастер, мы взрослых людей, независимо от того, они умны или не умны, мы с уважением так говорили, мастер, стоп, мастер, он стал. И я сказал вот так, чтобы с тобой ничего не случилось, я выключу общее. Я вот так встал с верстака, вот так повернулся, чтобы выключить общее. Вот так. И вдруг такой взрыв, такой взрыв. И я повернулся, он стоит и вот двумя руками закрыл свои глаза, вот так. А плит нету. Самый большой кусок такой маленький. Взорвался это самое. И я вспомнил место из Писания, которое сейчас мы прочтем. 43 главу книги Исаия Пророка. Написано «Вместо тебя отдам человека за душу твою народу». Я начал хохотать, подошел к этому человеку, вот так взял, обнял и поцеловал. Я ему говорю «Мастер, у тебя все хорошо?» Он сказал «Да». Я говорю «Ничего не случилось?» Он говорит «Два куска полетели и ударили по моим глазам, но у меня все в порядке». По глазам. Вы смотрите, Бог говорит «Если кто дотронется до твоих волос, до волоска твоего, он дотрагивается докуда Бога? Докуда? До зрячка. До зрячка глаз. Вы можете свой палец засунуть в глаз Бога, чтобы повредить можете?» Вы настолько дороги Богу. Каждый из вас настолько дорог для Бога. Бог за вас дает человека, за душу вашу народы. Народы, вы служите живому Богу. Никто против Него не может идти. И Бог говорит «От кого ты испугался? От кого ты устрашилась, что перестала хранить меня и помнить в твоем сердце?» От страха ты забываешь Бога. Тот Бог, который любого твоего врага положит под ноги твои. Только тебе нужно всего лишь сесть в правую сторону Бога. Ты скажешь «Это нелегко, это очень легко». Бог говорит «Советую тебя, дает тебе возможность участвовать в ее совете». Теперь давайте прочтем. Это 43-я глава книги Исаия Пророка. Давайте прочтем с 1-го стиха. Слова Господу за Писание. Он дал нам чудо, чудо. Итак, 43-я глава книги Исаия Пророка с 1-го стиха. «Ныне же, так говорит Господь, сотворивший тебя Иаков и устроивший тебя Израиль, не бойся». Снова Бог говорит «Не бойся». Бог удивителен постоянно твоему сердцу говорит «Не бойся». Почему? Отче наш, не веди нас в искушение. В греческом переводе написано «Не допускай нас в искушение». Не допускай. Не веди нас в искушение. Мы просим Бога. Постоянно Бог дает нам защиту, страховку, но это зависит от тебя. Мне так нравится, что Бог ничего не делает, пока я его не прошу. Он ничего не делает, пока я его не прошу. Вроде он все знает. Написано «До того, как он будет просить, я уже дам ему, но он ничего не делает, пока я его не прошу, и ты пока не просишь, Бог ничего не делает». Почему? Ну неужели он не видит? голодный. Ну неужели Мы не осознаем то, что Бог настолько уважает нас, что Он позволяет и хочет, чтобы мы участвовали в Его деле. Сознательно, осознанно участвовали в Его деле. Ты и Бог. Ты всегда видишь себя ниже Бога. Всегда. А Бог тебя всегда видит на равне себе. Бог всегда тебя возвышает и им говорит, если ты победишь, будешь сидеть на престоле моем. Брат, отодвись немножко. Да, да, нам это не нравится. Нам не нравится, когда кто-то рядом будет сидеть. Да, но Бог говорит, если ты победишь, будешь сидеть со мной на престоле моем. Нам не нравится, когда кто-то лучше нас проповедует. Или кто-то лучше нас поет. А Бог говорит, ты будешь наравне мне. Наравне. Он дал цену. Самую высокую цену Иисуса Христа. Слава Ему. Бог говорит, не бойся. Почему не бояться? Давайте посмотрим, почему не бояться. Не бойся, ибо я искупил тебя. Не написано «искуплю». Не написано «искуплю». Искупил. Твою цену уже дали. Вчера один брат подошел ко мне в Беслане, благословенный брат, и он мне говорит, брат, ты собственность Бога? Я говорю, да. Значит, для тебя главная воля Бога? Я говорю, да. Значит, Бог что хочет, ты исполнишь? Я говорю, да. Брат, оставайся на вечернее служение тоже. Я говорю, хорошо. Хорошо. А как вы думаете, вы не собственность Бога? Или я лучше вас? Конечно. Никто здесь не лучше другого. Мы все дети Бога. У нас одинаковая цена. И каждый из нас здесь собственность Бога, потому что для каждого из нас дана величайшая цена. Это Иисус Христос. Слава Ему. Бог говорит, я искупил тебя. Навсегда знай, навсегда знай, тебя никто не сможет искупить у Бога. Знаете почему? Потому что нет такого, нет такой сущности, который дал бы еще больше цену, чтобы тебя купить. Помните? Продается вот это. Стоит три тысячи долларов. Кто даст больше? Раз. Раз. Два. Три тысячи пятьсот. Ладно. Три тысячи пятьсот. Кто даст больше? Раз. Два. Четыре тысячи. Четыре тысячи. Ладно. Раз. Два. Нет такой цены. Цена. Цена Божия. Цена крови Иисуса Христа. Это твоя цена. Наивысшая цена. И нет другой цены. Нет другой цены. Слова Христу. Аминь. Слава Ему. Я поражаюсь. Я поражаюсь. Постоянно поражаюсь на крутость Бога. Как он велик. Самую драгоценную дает он. Самую высокую цену дает он. И он так кроток. Он ждет пока я его попрошу, чтобы он сделал то или другое. Он ждет. Не то, что он не понимает. Но он настолько ценит меня, что говорит сын. Как ты хочешь, я так поступлю. Как ты хочешь. Вот ты здесь сидишь. Ты думаешь, что Бог с тобой не считается. Но Бог с тобой считается. И ждет, пока ты откроешь твои уста и выразишь то, что в твоем сердце. Сам. Лично. Сам. Сам. Потому что Бог ценит тебя. Бог доверяет тебя. Бог уважает тебя. Уважает Бог тебя. Вот почему я боюсь тебе проповедовать. Вот почему я боюсь предстать пред тобой. Вот почему я боюсь всякое слово давать тебе. Потому что ты не простой человек. Ты цена и доля Бога. Ты удел Божий. Ты сын и дочь Бога живого. Это не шутка. Это не шутка. Друзья. Вот посмотрите. Вы же порой имеете дело с детьми грозного человека. С детьми сильного человека. С детьми богатого человека. Вы же имеете дело с детьми. Маленькие дети или большие. Все равно, когда вы с ними общаетесь, вы же осторожно с ними общаетесь. Вы постоянно знаете, что за этими детьми стоит грозный убийца. Это сильный физический человек и богатая личность. И всегда через эту призму смотрите на этого ребенка. Вы знаете, дьявол на вас как смотрит? Он всегда боится вас. Потому что он смотрит через призму, что вы дети всемогущего Бога. Который безначальный и бесконечный. Вы его дети. Ад на вас так смотрит. Когда демоны подходят к вам. И они по разрешению. Когда Бог позволяет, что ты им делаешь в вашей жизни. Когда приходит искушение или испытание. Они, когда приходят к вам. Они боятся вас. Вам не нужно их бояться. Вам не нужно бояться ситуаций или каких-то трудностей. Вам не нужно бояться. Это они вас боятся. Поэтому Библия многократно говорит. Не бойся. Ибо я искупил тебя. Прочтем дальше. Назвал тебя по имени твоему. Ты мой. Кто-нибудь имеет имя здесь? Как тебя зовут, дорогой брат? Тебя? Да. Роберт. Роберт. Ну как тебя сейчас назвать? Ладно, я тебя назову так. Можно сесть. Иракли. Иракли. Так назвать тебя? Местер Иракли. Так назвать? Как он? Вачик. Я тебя назову Вачиком. Вачик. Как дела, Вачик? Нормально все у тебя. Понимаете? Хоть как. Человеку нравится его имя. У него есть имя. У человека есть имя. И это имя дорого для человека. Бог говорит. Я тебя назвал твоим именем. Не чужим, а твоим именем. И твое имя зафиксировано у Бога. У Бога. Знаете? Библия говорит так. Кто получит новое имя, это имя никто не будет знать, кроме того, кто получает. С одной стороны думаешь, это так жестоко, когда я имя моего родного брата не буду знать в небесах. А практически я твое имя буду знать, но саму суть и значение твоего имени я не буду знать. Почему? Потому что это твой путь. Бог дает тебе имя согласно твоему пути. Вот какой путь ты проходишь? Вот сестра тебе, как твое имя. Имя, как Анжела. Анжела, вот какой путь ты проходишь перед Богом, согласно этому пути, Бог будет давать тебе имя. Потому что никто, ни рядом сидящая сестра, ни братья, никто, ни я, мы не поймем этот путь и ваши трудности. Ваши трудности понимает Бог. Вашу борьбу. Все, что вы делаете. Ваши слезы. Ценит Бог, понимает. И согласно этому дает вам имя. Вот почему я этот ценитель и понимать не могу. Но он понимает. Он понимает каждое твое дыхание. Сколько раз ты приходишь домой? Сколько раз это было в твоей жизни, когда ты приходил? Никого нет. Ни жены, ни детей, никого. И вот так ты... Вот это твое дыхание читает Бог. Это читает Бог. Написано, что Дух Святой воздыханиями неизлеченными, то есть, в которых нет слов, нет букв, неизлеченными. Ходанствоет за святых, по воле Божией. Написано. Написано, что если ты пройдешь через реки, они не потопят тебя. Если пройдешь через огонь, огонь не обожжет тебя. Не обожжет. Это о тебе говорится. Но насколько ты велик перед Богом. 1995 год. Москва. Я работал тогда в коровнике. После университета закончил. Некуда было идти. Я работал в коровнике. Я приходил домой. Дважды, дважды я доил коровнику. Там, в Москве, после университета. Очень удивительно, но я чистил навоз. И когда я встал перед аудиторией, я говорю, вы верите, что ваш проповедник несколько дней тому назад чистил навоз? Они говорят, издеваешься над нами, что ли? Я был в голове, сколько ягодицейся, форму мне подарили, костюм. Они не знали, что я дышал навозом. Я дышал, работал руками. Это прикасалось мне. Я с коровами имел дело. Да, я вонял. И после того я понял, почему Бог говорит про Давида. Что Бог взял Давида у овец, где он доил овец, у овец. И посмотрите. Бог часто приводит тебя в это состояние, что ты потом в это царственное состояние. Почему? Тебе не забыть. Не забывать это. Не забывать. Не забывать, чтобы не упасть. Чтобы других погибель не вести за собой. Бог хочет доверять тебя. Тебе. И вот я приходил домой. Дважды я доил коров. Утром рано, в пять часов я ходил туда, в коровник. Потом вечером в пять часов. За это время я приходил домой, немножко приготовливал. Я молился. Я читал. Я кушал. Потом снова туда. И так дважды. Вот так. Постоянно, как белка в колесе. И однажды днем, когда я пришел домой, я помолился, я прочитал писание. Я покушал. Хотел немножко спать. Хотя полчаса спать. И когда лег, я увидел очень мощный сон. Мощный сон. Я так встану. И сейчас повернусь. Я так встану. Я вдруг увидел, что я сижу. И рядом со мной бес. С левой стороны. Бес. Радом со мной. Он был дух. Он был дух. Черный дух. Но волосы вот так. Вот так волосы топчали. Длинные такие. И он схватил за мою руку. Это был кошмар. За мою руку схватил. Знаете как? Вот так. Смотрите. Вот. Вот так схватил за мою руку. Вот так. Когда Бог приходит ко мне, он мою руку вот так держит. Вот так. Вот так держит мою руку. А бес меня держал вот так. Вот так держал бес. Мне стало страшно. Я вот так делаю и говорю. Отпусти! Он говорит, м-м. Я говорю, отпусти! Он говорит, м-м. Я так начал вопить! Это было ужасно. Да, сейчас смешно, но это было ужасно. Я так начал вопить! Я звал Христа, но ничего не помогло. Я начал выходить из тела. И я спускался вниз, во ад. Мой дух переживал, что я спускаюсь в ад. Я оказался в аду, и без обушения, я оказался в аду. Передо мной были две адские животные. Один был похож на коня, маленький, как осел, и на голове у него был рог, единорог. Другой сзади я не видел, но они вот с шеей были связаны там в аду. С правой стороны была клетка, сделана вот такими мощными прутями, и там были три котла. Под этими котлами горел огонь. Когда я увидел эти котлы, я сказал, как хорошо, что здесь свет не горит. А то меня взяли бы, увидели бы, меня взяли бы, бросили вон тот котел. Именно тогда я понял, что ты, если ты, не дай Бог, будешь в аду, если ты попадешь в ад, тебе не нужен суд, ты будешь знать твое место. Там суд справедливый. Ты уже знаешь твое место. Я мое место знал. Несмотря, что постоянно был в Библии, я постоянно был в молитве, я был в служении, я полностью был отдан служению. Но Богу что-то не нравилось в моей жизни. И я как висел там в воздухе, и в этот момент, когда я сказал, как хорошо, что здесь свет не горит. Если бы свет горел, то меня бы увидели, вдруг свет загорелся. И все было ясно. И я услышал Божий голос. Он громко-громко назвал мое имя и сказал, я люблю тебя. Когда он сказал, я люблю тебя, страх мой исчез. Не осталось ни малейшей страха. Я спустился вниз, и вот это животное подошло, чтобы ударить меня. Я схватил вот это животное, как маленького пацана, и выкинул в сторону, и сказал, ну-ка подожди. И пошел, открыл двери ада и вышел. И видение закончилось. Но мое сердце лопало. Мне было страшно. Очень страшно. Сейчас я могу это рассказать. Но тогда это было страшно. Мне было страшно, когда бесу был дан власть надо мною. И я понимал, значит, в моей жизни есть трещина. В моей жизни, в моей крепости есть трещина. Через чего дьявол входит ко мне. Знаешь, когда ты начинаешь бояться? Когда в твоей жизни есть трещина. Не давайте место лукавому, написано. Не давайте место. Не бойтесь. Да не будет в вас страхов. Написано, кого ты убоялась и кого ты устрашилась, что ты забыла меня. И перестала хранить меня в своем сердце. И перестала бояться меня. Не из-за того, что я молчал и при том долго. Я молчал и при том долго. Когда человек за свой грех не получает. Когда человеку Бог молчит. Человек думает, что он прав, нормально живет. И теряет Божий страх. Потом Бог перед ним ложит это. Я молчу тебе не потому, что не хочу наказать тебя. Но потому, что я даю тебе шанс и возможность покаяться. Шанс и возможность измениться. А ударить всегда нужно. Ударить всегда можно. Но дать человеку шанс покаяния. Возможно, чтобы человек изменился. И так, не бойся. Не бойся. Для тебя отдана великая цена. Кровь Иисуса Христа. Но не давай место лукавому. Не делай так, чтобы на твоей крепости духовной была трещина. Через чего может враг войти. Не давай. Ни словом. Ни мысленно. Ни чувственно. Роберт, согласен ли ты? У тебя есть жена? Ладно. Допустим, у тебя есть жена. Или любимый человек, любимая женщина. Позволишь мне свободно с тобой сейчас один вопрос задать тебе? Позволяешь? Свободный вопрос. Хороший вопрос. Никаких проблем. Не тяжелый. Не тяжелый. Я хочу спросить тебя. Роберт. Роберт, я хочу спросить тебя. Ты согласен, чтобы твоя жена 99% принадлежала тебя, а 1% другому мужчине? Катастрофа. Любой, любой здоровый мужчина так должен думать. И любая здоровая женщина так должна думать о мужестве своем. Только 100%. Только 100%. Как ты думаешь, Роберт, как Бог смотрит на тебя, когда ты 99% принадлежишь Богу и 0,01% дьяволу? Молчать. Не надо отвечать. Катастрофа. Катастрофа. Друзья, мы должны смотреть на Господа, каков здесь твой Бог, как действует его Духа. Дух Святой, Дух Святой настолько прекрасен. Он видит ваши чувства. Он видит ваши мысли. Он все видит. И он не хочет никоим образом, чтобы там, кроме его самого, что-то другое было. Христос, твоя цена. Полностью искупил тебя Христос. Полностью все, что ты имеешь в твоей жизни. Полностью. И это поможет Господь, чтобы эти слова остались в ваших сердцах. Аминь. Давайте помолимся. Могучи, сильны, славны. Мы проходим перед тобой именем Господа нашего Иисуса Христа, рукой в Духа Святости. Мы благодарим тебя за эту прекрасную возможность, что ты дал нам возможность делиться словом твоим. Благоставить твоих детей здесь находящихся и все души, Господи Божий, чтобы они открывали, Господи, на распашку свои сердца. И свои души, чтобы ты полностью исполнил твоим присутствием в их жизни, Господи Божий. И это слово да беспокоит их сердца. Да поможет всегда бодрствовать, Господи Божий. Да поможет это слово им понять твою любовь и то, что ты им говоришь, не бойся. Чтобы и в тебе остался только один единственный страх, и это страх Божий, это святой страх Божий. Остальные все страхи да будут под ногами детей твоих, чтобы никогда ни от чего они не боялись. Слава тебе. Я их предаю под защиту твоих священных рук да славить всеми великого и единого Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Спасибо. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Ты в ответе за свое слово. За слово, которое ты скажешь. Ты в ответе. Ты говоришь от авторитета Бога. Ты сейчас, в данный момент, говоря от слова, ты представляешь от авторитета Бога. И если ты перед народом Божьим, перед узелом Божьим, перед детьми Божьими, не будешь говорить то слово, которое не от Бога, и просто так говоришь, ты за это в ответе. Нам нужно быть осторожным. И я в своей жизни всегда... Вот этот страх во мне есть. Я боюсь, чтобы не было, чтобы перед детьми Божьими ложились в какую-то другую пищу. Пищу, которую мой мозг будет придумывать. Но чтобы это было от Господа. Господь сегодня положил в моем сердце говорить с вами о страхе Божьем. О страхе Божьем. Будем читать одно место из Писания. Это пророчество Исаия, писать седьмая глава с одиннадцатого стиха. Написано так. Кого же ты испугалась и устрашилась, что сделалась неверною, и меня перестала помнить и хранить в твоем сердце? Не от того ли, что я молчал и при том долго ты перестала бояться меня? Как интересно, да? Смотрите, как удивительно. Здесь есть два страха. Написано, кого ты стала бояться, кого ты стала страшиться. Израилю Бог обращается и говорит, кого ты стала страшиться, что перестала меня помнить. Когда человек боится, он забывает все. Страх подходит. Собака нападает на человека, человек боится, забывает, что он сильный. Где-то что-то взрывается, и вдруг люди, массы, от одного выстрела, массы, все согинаются, все, потому что это естественный инстинкт. И человек начинает бояться. И в жизни мы приходим к Богу, мы принимаем Христа как своего личного спасителя. И мы говорим, да и аминь. Но вдруг приближается волна, волна искушений. Что-то случается с нами. И в этот момент почему-то мы забываем о Боге. Мы забываем о Боге. Знаете, что написано? В день скорби зови меня. Я избавлю тебя. И ты прославишь меня. Бог удивительный друг. Мы знаем, что в день скорби. Я вспомню, что у меня есть Голивер. У меня есть брат. У меня есть другой брат. Я могу к ним обращаться. Брат, помоги деньгами. Брат, хлеб нужен. Брат, одежда нужна. Брат, можно я на ночь поночую у тебя в доме. Брат, немножко бензина нужно. Что-то человек сразу вспоминает, что у него есть друзья, когда ему скорбно. Но почему Бог здесь нам обращает свое слово и говорит так «В день скорби зови меня». Мы удивительное создание. Мы в вене творения и забываем о Творце и вспоминаем о Творце только тогда, когда наши человеческие все усилия заканчиваются. Когда заканчиваются, когда у нас больше нет выхода из положения, мы вспоминаем, что есть Бог, будучи крышеной Духом Святым. Бог хочет, чтобы в первом в списке было Его имя. Я с моей женой поженились и вот эти первые дни они были очень интересны. Мы вот так узнаем, кто как живет, что. И мы с ней долго ходили. И как-то случилось так, что я забыл, где наша десятка собирается. В Армении, в Армении, это называется десятка, по 10-10 групп люди собирались на поклонение. У нас не было возможности там нанимать какие-то здания или что-то. Мы собрались в лесах, в горах, потому что милиция гнала за нами, сажали тогда. Это было опасно. Поэтому по 10-10 человек, и это называлось десятка. И я сколько знаю, в Советском Союзе только в Армении были эти десятки. По 10 человек они собирались. и я забыл, где наша десятка должна собираться. Я мою жену взял, и мы поехали в другую десятку. Это было в центре города, на четвертом этаже. Мы поднялись туда. Мы когда собирались, допустим, вместо мало сесть, мы молодежь садились на полу. На полу садились, а люди в возрасте, независимо от того, они давно в Боге или нет, не имеет значения. Они садились на стулья, а мы садились на полу. Когда только-только собрание началось, мы помолились, тот это вдруг звонок в дверь. Открывают там работник милиции и главный редактор газеты «Искра», «Кайц». Они вошли туда. Я посмотрел, испуг был на лицах всех, кроме ведущего брата. Его звали Зенек, сейчас он Господа. Испуг был на лицах всех, потому что они уже знали, с милицией иметь дело сейчас или сажать, или штрафовать, что-то случится. Я посмотрел на работника милиции и сказал, у меня есть одна просьба, я прошу вас. Он сказал, говори, я говорю, пожалуйста, вот ваш список, в котором вы будете фиксировать блюдей, первый, пишите мое имя. И вдруг как бомба взорвалась и все изменились все и все мое имя, мое имя первым, мое имя первым, мои братья и сестры, они такие дорогие, они прекрасны. Когда ты в Боге, если ты твердо стоишь в Боге, запомни, твой брат и твоя сестра смотрят на тебя. Это плохо смотреть на человека, но они смотрят. И когда люди замечают, что есть твердо стоящий человек, это им подкрепляет, подкрепляет этих людей. И они поэтому образу и делают шаг. Апостол Павел не просто так говорит, подражайте мне, как я Христов. Подражайте мне. Нам нужны образы. Нам нужны образы, которые нам бы помогли, помогли воплощать в нашей жизни именно то, что называется образом Божиим. Пусть Бог благоставит нас, чтобы мы разумели это. Я хочу читать одно место еще из Писания, но до этого расскажу кое-что. Я работал на заводе. Завод называется СКБ. Мы производили манипуляторы для подводных лодок. Я работал в отделе главного механика, я был единственный верующий там. Читать в это время Евангелие это был позор. Это было позорно. Давили со всех сторон. У меня было маленькое Евангелие на русском переводе. Во время обеденного перерыва, когда все ходили на обед, я эти копейки собирал, потому что мало получал денег, эти копейки собирал, и потом, чтобы тратить на жену, на детей. Я не кушал, людям говорил, что я спортсмен. Сам ему хотелось кушать, но я не знал, как зарабатывать деньги, поэтому эти деньги собирал для семьи. И чтобы мог в церкви тоже. Я так поступал. Они когда уходили, я открывал Евангелие, я читал по 10 глав, во время обеденного перерыва, молился, потом они проходили, и все это у меня в кармане. Они знали это. Я очень чисто одевался. В день за один день 200 литров масла, технического масла, я зарывал в станки. 300 литров я варил эмульсферную жидкость для охлаждения деталей, которые обрабатывали на фрезерных и на токарных станках. Но он был очень чисто. Моей рукой только вот эта часть была грязная, и один человек, который работал со мной, он в грязной одежде вошел, он поднял свою ногу и почистил свою обувь на этой части моих брюк. Он сделал специально. Я повернулся к нему, я схватил его, я прижал его к стенке и сказал, ты думаешь, что я тебе ничего не могу делать? Ты меня за кого принимаешь? Но я передаю тебя в руки Бога. Пусть Бог отвечает тебе. Я ничего больше не сказал. Я почистил обувь. Через некоторое время, холодно, очень холодно, я посмотрел в технический бак, мусор, где находится, я взял кусочек разбуд шифры, после того, как прочитал здесь из глав Евангелия, мои пальцы замерзли, а там ребята сидели и играли в шахматную партию. И я взял, намотал туда спираль, потом взял камень плоский, положил на верстак, верстак был железный, и туда, и провода соединил, и туда, в розетку, это покраснело вот так. Я сел на верстак, где работал верстак железный, сел, и давай руки греть, вот так грею руки. Вдруг этот человек вошел внутрь, он пришел внутрь, он подошел к этому месту, там был ящик, он должен был открывать, а ящик был секретный, если вверх не открывать, нижний не открывается, и он так замок открыть, вдруг такая мышля ко мне посетила, а вдруг вот этот азбушифер взорвется, лопнет, взорвется, азбушифер имеет такое качество, и я ему сказал, стоп, мастер, мы взрослых людей, независимо от того, они умны или не умны, мы с уважением так говорили, мастер, стоп, мастер, он встал, и я сказал вот так, чтобы с тобой ничего не случилось, я выключу общее, я вот так встал с верстака, вот так повернулся, чтобы выключить общее, вот так, и вдруг такой взрыв, такой взрыв, я повернулся, он стоит, и вот двумя руками закрыл свои глаза, вот так, а плиты нету, самый большой кусок такой маленький, взорвался это самое, и я вспомнил место из писания, которое сейчас мы прочтем, 43 главу книги Исаия пророка, написано, вместо тебя отдам человека за душу твою народу, я начал хохотать, подошел к этому человеку, вот так взял, обнял и поцеловал, я ему говорю, мастер, у тебя все хорошо, он сказал, да, я говорю, ничего не случилось, он говорит, два куска полетели и ударили по моим глазам, но у меня все в порядке, по глазам, вы смотрите, Бог говорит, если кто дотронется до твоих волос, до волоска твоего, он дотрагивается докуда Бога, докуда? До зрячка, до зрячка глаз, вы можете свой палец засунуть в глаз Бога, чтобы повредить, можете, вы настолько дороги Богу, каждый из вас настолько дорог для Бога, Бог за вас дает человека, за душу вашу народы, народы, вы служите живому Богу, никто против Него не может идти, и Бог говорит, от кого ты испугался, от кого ты устрашилась, что перестала хранить меня и помнить в твоем сердце? от страха ты забываешь Бога, тот Бог, который любого твоего врага положит под ноги твои, только тебе нужно всего лишь сесть в правую сторону Бога, ты скажешь, это нелегко, это очень легко, Бог говорит, заведую тебя, дает тебе возможность участвовать в его совете, теперь давайте прочтем, это 43 глава книги Исайя Пророка, давайте прочтем с первого стиха, слава Господу за Писание, Он дал нам чудо, чудо, итак, 43 глава книги Исайя Пророка с первого стиха, ныне же так говорит Господь сотворивший тебя Иаков и устроивший тебя Израиль не бойся, снова Бог говорит не бойся, Бог удивительен постоянно твоему сердцу говорит не бойся, почему, Отче наш не веди нас в искушение в греческом переводе написано не допускай нас в искушение не допускай не веди нас в искушение мы просим Бога постоянно Бог дает нам защиту, страховку но это зависит от тебя мне так нравится, что Бог ничего не делает пока я его не прошу он ничего не делает пока я его не прошу вроде он все знает написано до того как он будет просить я уже дам ему но он ничего не делает пока я его не прошу и ты пока не просишь Бог ничего не делает почему ну неужели он не видит я голодный ну неужели он не видит мне одежда нужна ну неужели он не видит мы не осознаем то что Бог настолько уважает нас что Он позволяет и хочет, чтобы мы участвовали в Его деле. Сознательно, осознанно участвовали в Его деле. Ты и Бог. Ты всегда видишь тебя ниже Бога. Всегда. А Бог тебя всегда видит наравне себе. Бог всегда тебя возвышает и говорит, если ты победишь, будешь сидеть на престоле моем. Брат, отодвись немножко. Да, да, нам это не нравится. Нам не нравится, когда кто-то рядом будет сидеть, да. Но Бог говорит, если ты победишь, будешь сидеть со мной на престоле моем. Нам не нравится, когда кто-то лучше нас проповедует. Или кто-то лучше нас поет. А Бог говорит, ты будешь наравне мне. наравне. Он дал цену, самую высокую цену Иисуса Христа. Слава Ему. Бог говорит, не бойся. Почему не бояться? Давайте посмотрим, почему не бояться. Не бойся, ибо я искупил тебя. Не написано, искуплю. Не написано, искуплю. Искупил. Твою цену уже дали. Вчера один брат подошел ко мне в Беслане. Благословенный брат. Он мне говорит, брат, ты собственность Бога? Я говорю, да. Значит, для тебя главная воля Бога? Я говорю, да. Значит, Бог что хочет, ты исполнишь? Я говорю, да. Брат, оставайся на вечернее служение тоже. Я говорю, хорошо. Хорошо. А как вы думаете, вы не собственность Бога? Или я лучше вас? Конечно. Никто здесь не лучше другого. Мы все дети Бога. У нас одинаковая цена. И каждый из нас здесь собственность Бога. Потому что для каждого из нас дана величайшая цена. Это Иисус Христос. Слава Ему. Бог говорит, я искупил тебя. Навсегда знай. Навсегда знай. Тебя никто не сможет искупить у Бога. Знаете почему? Потому что нет такого, нет такой сущности, которая дал бы еще больше цену, чтобы тебя купить. Помните? Продается вот это. Стоит три тысячи долларов. Кто даст больше? Раз. Два. Три тысячи пятьсот. Ладно. Тысячи пятьсот. Кто даст больше? Раз. Два. Четыре тысячи. Четыре тысячи. Ладно. Раз. Два. Нет такой цены. Цена. Цена Божия. Цена крови Иисуса Христа. Это твоя цена. Наивысшая цена. И нет другой цены. Нет другой цены. Слова Христу. Аминь. Слова Ему. Я поражаюсь. Я поражаюсь. Постоянно поражаюсь на кротость Бога. Как Он велик. Самую драгоценную дает Он. Самую высокую цену дает Он. И Он так кроток. Он ждет, пока я Его попрошу, чтобы Он сделал то или другое. Он ждет. Не то, что Он не понимает. Но Он настолько ценит меня, что говорит сын. Как ты хочешь, я так поступлю. Как ты хочешь. Вот ты здесь сидишь. Ты думаешь, что Бог с тобой не считается. Но Бог с тобой считается. И ждет, пока ты откроешь твои уста и выразишь то, что в твоем сердце. Сам. Лично. Сам. Сам. Потому что Бог ценит тебя. Бог доверяет тебя. Бог уважает тебя. Уважает Бог тебя. Вот почему я боюсь тебе проповедовать. Вот почему я боюсь предстать пред тобой. Вот почему я боюсь всякое слово давать тебе. Потому что ты непростой человек. Ты цена и доля Бога. Ты удел Божий. Ты сын и дочь Бога Живого. Это не шутка. Это не шутка. Друзья. Вот посмотрите. Вы же порой имеете дело с детьми грозного человека. С детьми сильного человека. С детьми богатого человека. Вы же имеете дело с детьми. Маленькие дети или большие. Все равно, когда вы с ними общаетесь. Вы же осторожно с ними общаетесь. Вы постоянно знаете, что за этими детьми стоит грозный убийца, сильный физический человек и богатая личность. И всегда через эту призму смотрите на этого ребенка. Вы знаете, дьявол на вас как смотрит? Он всегда боится вас. Потому что он смотрит через призму, что вы дети всемогущего Бога. Который безначальный и бесконечный. Вы его дети. Ад на вас так смотрит. Когда демоны подходят к вам. И они по разрешению. Когда Бог позволяет, что ты им делаешь в вашей жизни. Когда приходит искушение или испытание. Они, когда приходят к вам. Они боятся вас. Вам не нужно их бояться. Вам не нужно бояться ситуаций или каких-то трудностей. Вам не нужно бояться. Это они вас боятся. Поэтому Библия многократно говорит, не бойся. Ибо я искупил тебя. Прочтем дальше. Назвал тебя по имени твоему. Ты мой. Кто-нибудь имеет имя здесь? Как тебя зовут, дорогой брат? Тебя? Да. Роберт. Ну, как тебя сейчас назвать? Ладно, я тебя назову так. Иракли. Иракли. Так назвать тебя? Местер Иракли. Так назвать? Как он? Вачик. Я тебя назову Вачиком. Вачик. Как дела, Вачик? Нормально все у тебя? Понимаете? Хоть как. Человеку нравится его имя. У него есть имя. У человека есть имя. Это имя дорого для человека. Бог говорит, я тебя назвал твоим именем. Не чужим, а твоим именем. И твое имя зафиксировано у Бога. У Бога. Знаете, Библия говорит так. Кто получит новое имя, это имя никто не будет знать, кроме того, кто получает. С одной стороны, думаешь, это так жестоко, когда я имя моего родного брата не буду знать в небесах. А практически я твое имя буду знать, но саму суть и значение твоего имени я не буду знать. Почему? Потому что это твой путь. Бог дает тебе имя согласно твоему пути. Вот какой путь ты проходишь. Вот сестра тебе, как твое имя. Имя, как Анжела. Анжела, вот какой путь ты проходишь перед Богом, согласно этому пути Бог будет давать тебе имя. Потому что никто, ни рядом сидящая сестра, ни братья, никто, ни я, мы не поймем этот путь и ваши трудности. Ваши трудности понимает Бог. Вашу борьбу. Все, что вы делаете. Ваши слезы. Ценит Бог, понимает. И согласно этому дает вам имя. Вот почему я этот ценитель и понимать не могу. Но Он понимает. Он понимает каждое твое дыхание. Сколько раз ты приходишь домой? Сколько раз это было в твоей жизни, когда ты приходил? Никого нет. Ни жены, ни детей, никого. И вот так ты... Вот это твое дыхание читает Бог. Это читает Бог. Написано, что Дух Святой воздыхает неизреченными. Неизреченными, то есть в которых нет слов, нет букв. Неизреченными ходатайствует за святых, по воле Божией. Написано. Написано, что если ты пройдешь через реки, они не потопят тебя. Если пройдешь через огонь, огонь не обожжет тебя. Не обожжет. Это о тебе говорится. Но насколько ты велик перед Богом. 1995 год. Москва. Я работал тогда в коровнике, после университета закончил. Некуда было идти, и я работал в коровнике. Я приходил домой дважды, дважды. Я доил коровнику. Там в Москве, после университета. Очень удивительно, но я чистил навоз. И когда я встал перед аудиторией, я говорю, вы верите, что ваш проповедник несколько дней тому назад чистил навоз? Они говорят, издеваешься над нами, что ли? Я был в голове, сколько я говорит, с ним вся форму, мне подарили костюм. Они не знали, что я дышал навозом. Я дышал, работал руками. Это прикасалось мне. Я с коровами имел дело. Да, я вонял. И после того я понял, почему Бог говорит про Давида, что Бог взял Давида у овец, где он доил овец, у овец, и поставил тебе. Бог часто приводит тебя в это состояние, чтобы и потом в это царственное состояние. Почему? Тебе не забыть. Не забывать это. Не забывать. Не забывать, чтобы не упасть. Чтобы других погибли, не вести за собой. Бог хочет доверять тебя. Тебе. И вот я приходил домой. Дважды я доил коров. Утром рано, в пять часов я ходил туда, в коровник. Потом вечером в пять часов. За это время я приходил домой, немножко приготовливал. Я молился. Я читал. Я кушал. Потом снова туда. И так дважды. Вот так, постоянно, как белка в колесе. И однажды днем, когда я пришел домой, я помолился. Я прочитал писание. И я покушал, хотел немножко спать. Хотя полчаса спать. И когда лег, я увидел очень мощный сон. Мощный сон. Я так встану. И сейчас повернусь. Я так встану. Я вдруг увидел, что я сижу. И рядом со мной бес. С левой стороны. Бес. Радом со мной. Он был дух. Он был дух. Черный дух. Но волосы вот так. Вот так волосы торчали. Длинные такие. И он схватил за мою руку. Это был кошмар. За мою руку схватил. Знаете как? Вот так. Смотрите. Вот. Вот так схватил за мою руку. Вот так. Когда Бог приходит ко мне, он мою руку вот так держит. Вот так. Вот так держит мою руку. А бес меня держал вот так. Вот так держал бес. Мне стало страшно. Я вот так делаю и говорю. Отпусти. Он говорит. Я так начал вопить. Это было ужасно. Да. Сейчас смешно. Но это было ужасно. Я так начал вопить. Я звал Христа. Но ничего не помогло. Я начал выходить из тела. И я спускался вниз во ад. Мой дух переживал, что я спускаюсь в ад. Я оказался в аду. И без обрушения. Я оказался в аду. Передо мной были две адские животные. Один был похож на коня. Маленький как осел. И на голове у него был рог. Единорог. Другой сзади я не видел. Но они вот с шеей были связаны там в аду. С правой стороны была клетка. Сделана вот такой мощными вот такими прутями. И там были три котла. Под этими котлами горел огонь. Когда я увидел эти котлы, я сказал, как хорошо, что здесь свет не горит. А то меня взяли бы, увидели бы, меня взяли бы, бросили вон тот котел. Именно тогда я понял, что ты, если ты, не дай Бог, будешь в аду, если ты побожешь в ад, тебе не нужен суд. Ты будешь в нас в твое место. Если ты попадешь в ад, тебе не нужен суд. Ты будешь знать твое место. Там суд справедливый. Ты уже знаешь твое место. Я мое место знал. Несмотря что постоянно был в Библии, я постоянно был в молитве, я был в служении, я полностью был отдан служению. Но Богу что-то не нравилось в моей жизни. И я как висел там в воздухе. И в этот момент, когда я сказал, как хорошо, что здесь свет не горит, если бы свет горел, то меня бы увидели, вдруг свет загорелся. И все было ясно. И я услышал Божий голос. Он громко-громко назвал мое имя и сказал, я люблю тебя. Когда он сказал, я люблю тебя, страх мой исчез. Не осталось ни малейшей страха. Я спустился вниз, и вот это животное подошло, чтобы ударить меня. Я схватил вот это животное, как маленького пацана, и выкинул в сторону и сказал, ну-ка, подожди. И пошел, открыл двери ада и вышел. И видение закончилось. Но мое сердце лопало. Мне было страшно. Очень страшно. Сейчас я могу это рассказать. Но тогда это было страшно. Мне было страшно, когда бесу был дан власть надо мною. И я понимал, значит, в моей жизни есть трещина. В моей жизни, в моей крепости есть трещина. Через чего дьявол входит ко мне. Ты знаешь, когда ты начинаешь бояться? Когда в твоей жизни есть трещина. Не давайте место лукавому, написано. Не давайте место. Не бойтесь. Да не будет в вас страхов. Написано. Кого ты убоялась и кого ты устрашилась, что ты забыла меня и перестала хранить меня в своем сердце. И перестала бояться меня. Не из-за того, что я молчал и при том долго. Я молчал и при том долго. Когда человек за свой грех не получает, когда человеку Бог молчит, человек думает, что он прав, нормально живет. И теряет Божий страх. Потом Бог перед ним ложит это. Я молчу тебе не потому, что не хочу наказать тебя, но потому, что я даю тебе шанс и возможность покаяться. Шанс и возможность измениться. А ударить всегда можно. Ударить всегда можно. Но дать человеку шанс покаяния. Возможно, чтобы человек изменился. И так, не бойся. Не бойся. Для тебя отдана великая цена. Кровь Иисуса Христа. Но не давай место лукавому. Не делай так, чтобы на твоей крепости духовной была трещина, через чего может враг войти. Не давай. Ни словом, ни мысленно, ни чувственно. Роберт, согласен ли ты? У тебя есть жена? Ладно. Допустим, у тебя есть жена. Или любимый человек, любимая женщина. Позволишь мне свободно с тобой сейчас один вопрос задать тебе? Позволяешь? Свободный вопрос. Хороший вопрос. Никаких проблем. Не тяжелый. Не тяжелый. Я хочу спросить тебя, Роберт. Роберт, я хочу спросить тебя. Ты согласен, чтобы твоя жена 99% принадлежала тебя, а 1% другому мужчине? А что, катастрофа? Катастрофа! Любой, любой здоровый мужчина так должен думать. И любая здоровая женщина так должна думать о мужестве своем. Только 100%. Только 100%. Как ты думаешь, Роберт, как Бог смотрит на тебя, когда ты 99% принадлежишь Богу и 0,01% дьяволу? Молчать. Не надо отвечать. Катастрофа. Друзья, мы должны смотреть на Господа, как он действует Бог, как действует его Духа. Дух Святой, Дух Святой настолько прекрасен. Он видит ваши чувства. Он видит ваши мысли. Он все видит. И он не хочет никоим образом, чтобы там, кроме его самого, что-то другое было. Христос, твоя цена. Полностью искупил тебя Христос. Полностью все, что ты имеешь в твоей жизни. Полностью. И да поможет Господь, чтобы эти слова остались в ваших сердцах. Аминь. Давайте помолимся. Могучи, сильны, славны. Мы проходим перед Того именем Господа нашего Иисуса Христа, рукой в Духа Севятости. Мы благодарим Тебя за эту прекрасную возможность, что Ты дал нам возможность делиться словом Твоим. Благоставить Твоих детей, здесь находящихся, и все души, Господи Божий, чтобы они открывали, Господи, нараспашку свои сердца и свои души. Чтобы Ты полностью исполнил Твоим присутствием в их жизни, Господи Божий. И это слово да беспокоит их сердца. Да поможет всегда бодрствовать, Господи Божий. Да поможет это слово им понять Твою любовь и то, что Ты им говоришь. Не бойся. Чтобы и в Тебе остался только один единственный страх, и это страх Божий, это святой страх Божий. Остальные все страхи добудут под ногами детей Твоих, чтобы никогда ни от чего они не боялись. Слава Тебе. Я их предаю под защиту Твоих священных рук, да славится имя великого и единого Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Спасибо.